Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Тема сегодняшнего выпуска будет... Да здравствует ГМО! Или американское ГМО против российского говна. Поводом для вот такого видео послужило не совсем радостное для меня известие из Москвы. У меня там живет достаточно близкий друг и буквально неделю назад я прочел его пост о том, что у него обнаружили рак. Человек постарше меня будет, тем не менее последние, насколько знаю, лет 15 он питался исключительно одной органикой, следил за собой, ходил в спортзал, ну, изведка. Вот, но тем не менее очень был привилеглив в плане пищи и питался исключительно правильными продуктами, не злоупотреблял в еде, в отличие от меня, вот. И, тем не менее, у него обнаружили рак, уже назначили курс химиотерапии. Не знаю, удастся ли что-то с этим сделать, скорее всего, это отсрочка всего лишь. Вот. Вот такая вот у меня печальная новость, которая меня очень весьма серьезно горчила. Неприятная картина вообще наблюдается с раком в России. У меня практически год назад двоюродный брат от рака умер, тоже сократичная форма. Очень много друзей у меня, достаточно близких тоже за последние 10 лет тоже от рака отошли в мир иной. Вот. Как минимум два из них, как минимум два из них, люди, которые вообще не пили, не курили, вели правильный образ жизни и очень правильным образом питались. Вот. Так что, вот такая вот ситуация. Ну, насколько можно правильно питаться в России? Та самая органика, хваленая, которой вот патриоты обычно говорят, что в России все чистое, все органическое. Насколько вообще можно верить качеству продуктов, которые продаются в Российской Федерации? Ок. Сделаем такой чик-чик. И вернемся к теме, с точки зрения, вот, как обстоят дела с продуктами в США. Давайте априори вот поставим такой вот, ну, не аксиому даже, а незыблемую константу. Давайте предположим, что вообще все продукты в Америке это одно сплошное ГМО. Давайте вот четко вот. Я иду в магазин. Я покупаю все продукты с ГМО. Я покупаю каждый день с ГМО мясо. Я покупаю каждый день с ГМО овощи, фрукты, молочную продукцию. И что? И что? Я что, после этого стал себя плохо чувствовать? Я смотрю на двух своих детей, которые растут у меня, вот, которые родились и растут прямо на моих глазах. Лиза и Женя. Дети абсолютно нормально развиваются. У обоих такое ускоренное развитие, то есть, синдром повышенной активности. То есть, у меня даже столько энергии нет, сколько у них. Я, как бы, имел возможность сравнивать их с детьми, которые, вот, у моих знакомых родились в России. Просто сравниваю. Это совершенно разный запас энергии. То есть, совершенно разные батарейки. Вот. То есть, здесь все в порядке. Я живу в Америке, ну, сколько? Ну, с 12-го года, наверное, да. Если предположить, что я ем вредную, противную пищу, значит, априори у меня, что, должны вырасти жабры, хвост, чешуя. Я не знаю, должен квакать, как лягушка, не знаю, что должно произойти. Там, рак у меня должен обнаружиться. Я должен стать себя плохо чувствовать. Отнюдь. Как только я перешел на американские продукты с ГМО, я себе стал чувствовать гораздо лучше по сравнению с тем, что я покупал в России. Хотя я в России, хочу сказать, я зарабатывал очень и очень неплохо. И в плане продуктов я в России вообще ни в чем не отказывал. Покупал то, что мне хотелось. На ценник даже не смотрел. Но, тем не менее, качество продукта совершенно разное. Если покупаю кусок американского мяса с ГМО, я его кладу на сковородку, и я знаю, что это мясо не обколото ни какими там пластификаторами, фигаторами, какими-то жидкостями, которые увеличивают вес. Потому что у нас, например, в Омахе, свой мясной комбинар, где происходит забои животных, и это мясо попадает на прилавок в тот же день, и в тот же день она полностью раскупается. Его нету просто. Поэтому смысл тратить деньги на то, чтобы мясо накачивать какой-то химией, пусть даже консервантами, или просто химией, чтобы увеличить вес, это экономически нецелесообразно. Потому что здесь избыток продуктов питания. Тоже касается и овощей, и фруктов. Да? Здесь вкуснее многие продукты. У них совершенно другой вкус, абсолютно. И у яиц другой вкус. И, кстати говоря, мясо готовится быстрее. Вот в Америке американское мясо готовится быстрее. И масло, и молочка. Пожалуйста. Я вот именно за это ГМО, потому что оно мне по кайфу. Я не испытываю никакого дискомфорта, и с моим здоровьем полный порядок. Если сравнить статистику с Россией, количество раковых заболеваний... Количество, ну, скажем так, средняя продолжительность возраста жизни населения Америки и России. Здесь сравнить их. Россия, которая декларирует, что у них нет ГМО, и, соответственно, Америка, где сплошное ГМО. Давайте сравним просто вот у среднего возраста продолжительность жизни. И это будет совсем не в пользу России. Вот этот самый рейтинг. Что я могу еще по этому поводу сказать? Месяц назад, месяц назад, в одном из интернет-изданий промелькнула весьма интересная статья. Ну, как, она обычная статья, где в очередной раз какая-то тестовая лаборатория взяла и сравнила качество колбасных изделий российских производителей. Всего было отобрано, как написано в статье, порядка 17 фирм, которые, ну, вот, сравнили между собой по качеству то ли докторской колбасы. Я сейчас не помню, что было за статья конкретно. Но, примечательный факт, в статье указывается, что практически 15 фирм из этих 17 колбаса не соответствовала нормативам. То есть не соответствовала ни ГОСТу эта докторская колбаса, было огромное количество добавок, сои и еще чего-то, и еще чего-то. В самой статье промелькнуло только два названия, даже, наверное, три. Промелькнул Клинский комбинат, промелькнул Дымовский и еще какая-то малоизвестная компания, но ее там, как бы, пропозиционировать в статье, как ту фирму, которая выпускала не самые лучшие колбасные изделия. Тем не менее, в самой статье традиционно не был список представлен тех фирм, продукцию которых сравнивали. Это раз. Второе. Ограничились общими фразами. Ну, да, они соответствуют. Но, ребят, покажите список. Кого вы сравнивали? Что за компания? Всем же интересно знать. Ну, хорошо, вы сравнивали там Клинский комбинат, сравнивали там, не знаю, Микояновский, там, Черкизовский. Что вы там на Станкинске сравнивали? Какие фирмы вы между собой сравнивали? И какой у вас получился результат? Или что получается? Вы сделали сравнение вот качества этих колбасных изделий. Потом ваш человек из отдела, который писал статью, позвонил на вот эти самые заводы и сказал, ребят, хотите мы вот этот рейтинг опубликуем, и ваша фирма будет в этом рейтинге присутствовать? На там последнем месте будете стоять там. Или там в середине будете стоять списка с комментариями, что колбаса говно. Скорее всего, так и было. И с колбасом мясного завода ответили, мы вам лучше денег проплатим. Но давайте вы нашу фирму вот в этом рейтинге светить не будете. Вот мое мнение, вот как человек, который мыслит и как-то вот анализирует, скорее всего, именно так и было. Поэтому посмотрите подобные рейтинги, которые по телевизору показывают, такие популистические, дескать, вот как все плохо, какие плохие российские капиталисты, которые фальсифицируют колбасу, там и прочее все. Нигде не указывается в прямую рейтинге компаний, нет сравнений между компаниями. И главное, нету результатов. То есть, что обнаружили в этой колбасе, сколько процентов сои, сколько настоящего процентов мяса, какая все это колбаса реально делается из мяса, а не из дерьма. Вот. Нигде вы такую информацию в российских СМИ не обнаружите. Потому что те лаборатории, которые проводят экспертов оценку, потом за то, чтобы не опубликовывать прямую эти результаты, получают деньги, скорее всего, с этих производителей, с тем, чтобы под шумок так всю эту тему слить спокойненько. По телевизору вы сами видите, сколько показывают роликов, как на территории Российской Федерации, и кур замачивают в марганцовке, и что только не делают с подпорченными продуктами питания, как вообще фальсифицируют продукты питания, что добавляют туда. Но при всем при том, в России раздута офигенная истерия пропагандистская по поводу американского ГМО и ГМО вообще. То есть, с точки зрения обычного среднестатистического российского обывателя, ГМО страшнее, чем цианистый калий и синильная кислота. Вот, и вообще там яды всякие разные. Вот. ГМО – это страшный яд, и самое главное, главный яд – это Америка. Потому что в Америке всё ГМО, и кроме ГМО в Америке ничего нет. Вот. Истерия. Истерия на пустом месте, ничем не обоснованная. А раздувается-то всего лишь с простой причиной, чтобы обыватель не стал задавать вопросы. Ну хорошо, ладно. В Америке ГМО… Ну продукты в Америке нормальные. Продукты в Америке не фальсифицируют. В Америке за продуктов у людей нет такого массового, скажем так, такого количества раковых заболеваний. Нет в Америке, потому что всё-таки, если вдруг выяснится, что человек, двинул коней, сожрав колбасу отдельно взятого производителя, адвокат это докажет. Блин, я этой компании просто сочувствую, потому что её по миру пустят. И ещё и в СМИ раздуют такую тему, что лучше бы владельцу настрелить сразу. Вот. В России всё спускается на тормозах. Вот такая вот ситуация с ГМО. Поэтому я считаю, что в первую очередь это просто истерия на пустом ровном месте, ничем не обоснованная. Да, я могу сказать, что на Западе тоже люди по поводу ГМО истерят. И в Америке тоже есть изрядное количество активистов, которые кричат, ГМО это плохо, давайте покупать органику. Чьи интересы вот эти истерики лоббируют? В первую очередь они лоббируют интересы тех компаний, которые производят так называемые продукты органика. В ценовом диапазоне это чудовищная пропасть. То есть если вы покупаете, не знаю, вот у нас в магазине специальный отдел органика, значит, пару этих вот веточек укропчик стоит 2,5 доллара. То есть этот укропчик такой, знаете, чисто вот декоративную воткнуть и посмотреть на него. То есть из этого количества вы ничего приготовить не сможете. Это смешно просто. Да, лежат огурчики, которые написано органика. Но если обычные огурцы стоят порядка доллара, то эти органики стоят 3 доллара. Понимаешь, какая разница? То есть фирмам, которые производят вот эту якобы органику, им крайне выгодно вот эта истерия, чтобы запугать людей, закошмарить, что ГМО это плохо. И, соответственно, они себе набивают карманы деньгами. Тем более, что есть свой постоянный круг потребителей, не нужно заморачиваться на объемах, можно гнать продукцию небольшими партиями и особо не заморачиваться со сбытом, потому что всегда есть свой клиент, который у тебя всегда купит. И, значит, только единственное, нужно периодически подпитывать вот эту волну с истерией и кричать, что ГМО это вред. Вот. Вот хотел обратиться как раз с таким вот, с такой темой к своим зрителям. Заодно послушать ваш комментарий, что вы по этому поводу думаете. Что лучше? Есть фальсифицированную продукцию в России, где ее, как бы, всячески там добавляют разного рода вещества, чтобы увеличить вес, объем и, соответственно, консерванты. Или же есть американскую пищу с ГМО, но при этом же долго и счастливо. Вот. Что бы вы выбрали? Хорошего всем дня и, надеюсь, ни у кого не будет раков. Ни у вас, ни у ваших близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова